Ну что, ребята, никаких еще пяти минут дочек. А ну-ка просыпаемся. Вы смотрите телеканал Кубань 24. Это хорошее утро. Справа от меня Полина Копленкова. Ну а слева от меня Евгений Шитухин. Друзья, мы очень-очень-очень рады вас видеть и начинать это утро вместе с вами. Сегодня 20 декабря, среда. И сегодня свой профессиональный праздник отмечают все работники службы безопасности. Это Федеральная служба безопасности, Федеральная служба охраны. Это внешняя разведка и главное управление специальных программ. Мы хотим поздравить с праздником этих мужественных, серьезных людей. Сказать спасибо вам за ваш серьезный, опасный, нелегкий труд. За то, что делаете, следите за нашей безопасностью и за тем, чтобы все в нашей жизни было хорошо. С праздником вас. Ну а также сегодня весь мир отмечает Международный день солидарности людей. В 2005 году его очередила Генеральная ассамблея ООН. Ну мы решили зайти в Википедию, посмотреть, что такое солидарность. Мало кто понимает это слово. Ну да, на самом деле солидарность это понятие пользуются и многие, но не все до конца понимают, что это такое. Поэтому на всякий случай уточним. Солидарность это активное соучастие каким-нибудь мнением или действием. Общность интересов одинаковый образ действий или убеждений. Всем стало все понятно. Ну вот теперь, когда мы все поняли, ребята. Давайте, давайте по-простому. На самом деле, мне кажется, это праздник, который напоминает нам о том, что ближнего человека нужно понимать, поддерживать, уважать, сочувствовать. Ну, в общем, мы с этим праздником солидарны и предлагаем... А я с тобой солидарен. Да. В общем, праздник, который на середину раз напоминает нам, что нужно быть чуточку добрее. Ну и вообще, добрые дела стоит делать каждый день, особенно в преддверии Нового года. Итак, ребята, мы запускаем марафон. Мы это Триканал Кубань 24, точнее 22 декабря в пятницу. Называется он Новый год в хорошие руки. Вы знаете, что следующий год, 2018, это год собаки. Поэтому мы хотим найти некоторым собачкам дом. Дом и хорошие руки пристроить. Новый год хорошие руки. Я думаю, многие помнят, что буквально вчера мы рассказывали про трех собачек и есть отличная новость. Двух уже забрали. Почти, почти, да. Полин, но про одну ты вот как-то мало, скомканно рассказала. Давай еще раз. Будем знакомить вас с участниками этого марафона, с бездомными питомцами, которые сейчас живут в приюте. Вот, например, собачка Чуня. Ей около года, значит, она вполне такая молодая, активная собачка. У нее нет одной лапки, но она активно передвигается на трех. Работники приюта говорят, что у Чуни кроткий такой характер, но при этом у нее очень умные глаза, она очень любознательная, легко поддается дрессировке, знает поводок, между прочим. Поэтому очень любит играть, даже по команде может запрыгнуть к вам на руки. Так что, друзья, если вы сейчас смотрите Хорошее утро, и вот что-то в сердце екнуло, и понимаете, что Чуня это ваш друг, это ваша собака, то позвоните по номеру телефона, который вот сейчас появился на экране, и забирайте. А самое главное, расскажи про собаку, о том, что все с ними хорошо. С ними все хорошо, да. На самом деле собаки все здоровы, привиты, вылечили от всех болезней. Даже если вы живете не в Краснодаре, а в одном из районов в крае, вам помогут доставить питомца прямо к вам домой, поэтому вам просто остается принять его в свой дом и любить. Посмотрите еще на двух просто очаровашек. Здесь еще Тошка и Мошка, ребята, посмотрите на... Маленькие щенки, им за два с половиной месяца, вот как, как можно удержаться и не забрать их к себе. Тошку и Мошку подкинули в приют, когда они были еще слепыми, но, несмотря на то, что им два с половиной месяца, они уже проявляют охранные качества, они звонко тявкают и рычат. Ну, серьезные парни, видно. Очень серьезные, да. Конечно же, они любят играть, сидеть на ручках, все, как у обычных собак. Это дворняки, причем вырастут из них небольшие, но и не маленькие собачки. Как раз то, что вам нужно. Либо, если вам нужны большие, вырастут большие, либо вырастут маленькие. Как будете кормить, это зависит от вас. Отличный продажник. Значит, Мошка это коричнево, а Тошка это черненький. Так что звоните прямо сейчас по номеру телефона, который указан. В общем, друзья, а что это значит, что в Новый год можно встретить вот с такими друзьями, с Тошкой, Мошкой, с Чуней, а также всей семьей. Ну, предстоящий год собаки, да. И вообще, давайте поговорим про Новый год. Обычно после Нового года, вот эти деньки до 13-го числа, никто... Они, конечно, негативно сказываются. Да, на самом деле, вот, казалось бы, выходные, время отдыхать. Ну, как-то после новогодних праздников мы выходим все какие-то отекшие, поправившиеся на несколько килограмм, потому что Новый год это череда бесконечных застольей. И этих праздников ждут с ужасом люди, которые следят за своей фигурой, потому что хочется как бы и оливье покушать, и не поправиться. У нас с Женей тоже интересует этот вопрос, потому что нам нужно не только в кадр помещаться после Нового года, но и в эфирную одежду как-то влезать. Поэтому через несколько минут к нам придет в студию гость, который расскажет, как встретить Новый год легко, вкусно и без лишних килограммов. Друзья, ну а теперь, как и обещали, в гостях у нас диетолог, нутрициолог Анна Шумаева. Доброе утро, Анна. Спасибо, что вот так рано пришли к нам. Доброе утро. Ну, во-первых, давайте объясним, кто такой нутрициолог. Что это такое нутрициолог? Это такой как бы дотошный диетолог, который разбирается в составе продукта, разбирается в микроэлементах, в витаминах, что содержится в конкретном продукте, и что действительно нужно человеку, чтобы он себя лучше чувствовал. Ой, как это интересно. То есть нутрициология – это наука о питании, да? Да. А вы, соответственно, специалист в этой науке. Да. Это хорошо. Ну, нам нужен такой специалист в преддверии новогодних праздников. Как их вообще пережить людям, которые хотят как-то сохранять себя в форме? И хорошо отпраздновать, и еще все-таки выглядеть так же хорошо. Знаете, сейчас это самый задаваемый мне вопрос. На самом деле, первая ошибка, которую делают люди, они начинают голодать в этот день. Ну, если мы говорим про 31 декабря... Ну, как бы да, чтобы дозу калорий всю на вечер перекинуть. Ну, я лично просто перед днем рождения, когда хочу отбить свои деньги. Особенно, когда в гости иду. Да, в гости иду, когда нужно прямо отбить деньги. Я не ем вот день, два. Это так делать нельзя. Так категорически делать нельзя, потому что вы вечером намного больше съедите, нагрузите свой организм. Так на полосчет, да? В итоге уже человек останавливается в таких случаях, когда долго голодает, уже от физической боли. Когда очень много еды уже внутри, и просто она распирает. Это очень плохо. И в итоге токсикация организма. Причем серьезная токсикация. Токсикация продуктами питания? Продуктами питания. Не тем, что наливают бокалы даже. К сожалению, этим тоже. Когда мы пьем алкоголь, он не только вред нам наносит, но еще и блокирует усвоение всех других питательных веществ. А вы что? А все говорят, для аппетитику, как бы наоборот, якобы это способствует пищеварению. Это все миф, да? Нет, это миф, действительно, это не способствует пищеварению, это наоборот замедляет имя веществ и усвоение питательных веществ всех остальных. Вот так вот. Скажите, пожалуйста, ну а как же теперь, как же оливье, как же селедка под шубой? Без них нужно встречать Новый год? Нет. Людям, которые следят за своим весом? На самом деле можно и с ними, только, естественно, нужно по-другому их готовить. Немножко снизить калорийность. Как, например? Например, вот вместо заправки, самая такая заправка знаменитая, майонез. Майонез. Проволосали, пожирнее. Мы можем заменить это сметану, смешанную с горчицей. Либо йогурт, 3,5%, даже если вы возьмете самый жирный йогурт. А горчица как-то помогает? Ну, она просто пикантность придает. Вот, действительно, вкус. И очень многие люди не отличают, что там действительно не майонез. Ну, мои друзья не отличают. Вот так вот ходить в гости к диетологу. Да, совершенно верно. Масса секретов таких, которые позволят вам мне передать. Во-первых, не голодать. Ни в коем случае не выголаживайтесь. Должен быть завтрак, должен быть обед. Полноценный, полноценный. И ужин должен быть легкий. Я прославлю шаблова. Как меня воспитали, завтрак – это самое главное. Правильно, правильно. Кашку скушал, и потом весь день уже как бы не хочешь. Но не только кашку. К сожалению, очень многие едят только вот овсянку, поели утром и все. Заметили, что через пару часов, даже через полтора часа мы чувствуем голод. Причем очень сильный голод. Углеводы дают энергию, но они насыщение не приносят долгого. То есть обязательно в вашем завтраке должен быть и белок. Это может быть яйцо вареное, либо… И все-таки возвращаясь к теме Нового года. Да. Итак, первое – это мы не выголажимся. Второе – обязательно нужно отдохнуть перед застолем. Когда хозяйка бегает, готовит, выбирает, нервничает, в итоге садится за стол. Единственный источник успокоения – это вкусная еда. Бокал шампанского, мне кажется. Бокал шампанского, вкусная еда, и все. Мозг выключается, человек таким образом расслабляется. Чтобы такого не происходило, сразу два секрета. За недолго, до торжества, полчаса, 30-40 минут дайте себе возможность отдохнуть. Просто лечь. Закрыть масочку для лица, в конце концов. И так, мы продолжим раскрывать секреты, но прежде я хочу узнать, с чем вы пришли. Очень красивая коробочка. Я вам принесла подарок для вашей замечательной елки. О, да, у нас же есть традиция, наши гости помогают нам наряжать нашу самую хорошую елку. Да, мне очень приятно, что мои игрушки будут на этой елке. Давайте посмотрим, что там. Здесь у нас ангелочек. Я хочу... Какая милота! К вам подходит. Хочу, чтобы в каждом доме... Почти как я, только рыженький. И колокольчик. В каждом доме, который желает, да. Ну, видно, что это вы сами делали, да? Практически. Был ангелочек, если не этого желает. И всегда были приятные звуки. Итак, мы обязательно повесим это на нашу елку, и вы увидите. А пока мы должны перейти к столу, и там уже продолжим раскрывать все секреты. В деле, так сказать, потому что Анна пришла не с пустыми руками, и мы будем готовить какие-то полезные блюда. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Сейчас, через несколько мгновений, мы приготовим самые полезные новогодние блюда. Ну что ж, сейчас вместе с диетологом Анной Шумаевой будем готовить полезные новогодние блюда. Что это будет? Это будет холодная закуска, и это будет десерт. Для десерта, я вижу, у нас есть творог, размоченный чернослив и курага, а также орех грецкий. Также кунжут. Это идет ваше блюдо. Это не мне, да? Или это мне для украшения? Это нам для украшения. Хорошо, я пока перемешиваю. Творог. Какой жирности он должен быть? Творог должен быть до 2% жирности. Всегда обезжиренные продукты. Совершенно обезжиренные, да? Да, нельзя постоянно их использовать. Я делаю закуску из лаваша. Да. Хочу здесь сделать акцент на черносливе, вообще на сухофруктах. Обязательно их нужно мыть, так как все сухофрукты обрабатывают диоксидом серы. Это очень вредное вещество, токсичное. Да, и нужно не просто их промыть водичкой, и все. Необходимо теплой водой, не кипятком, а теплой водой залить на 20-25 минут, и затем промыть. Чтобы они расправились, чтобы там из кладочек весь этот кусочек ходить. Да, совершенно верно. Нужно это сделать, и тем самым принесем пользу своему организму. Ясно. Далее. Ну и к тому же чернослив и курага – это известные помощники пищеварения, да? Конечно. И матухи кишечника, насколько я помню. Да, все верно. Так, я к вам возвращаюсь. Я, знаете, я не знаю, куда выбрасывать. Постоянно я не знаю, куда это все выбрасывать. Кладите, наверное, вот сюда. Вот сюда. А потом кто-нибудь ест. Вы берете лаваш. Хочу здесь тоже акцент поставить на выборе именно лаваша и вообще, в принципе, хлебобулочных изделий. Смотрим в составе. Обязательно должна быть мука обдирная, мука второго сорта, общего назначения. Рано. Это пишется, да? Сначала это. Забудьте. Да, это все пишется. И по внешнему виду можно отличить. Этот лаваш гораздо темнее, чем лаваш из муки высшего сорта. Слушайте, я вообще слышала о том, что если правильно подходить к выбору вот таких вот хлебобулочных изделий из муки, вообще любых изделий, то можно значительно оздоровить свой рацион. То есть, если, допустим, печь блины те же самые или сырники не из простой муки, а с добавлением каких-то там отрубей, то это уже будет огромный плюс. Да, вы совершенно правы, на самом деле. Это очень полезно для организма. И мы насыщаем и микроэлементами, и витаминами, витамины группы В, конечно, клетчатка. Это все благотворно сказывается на состоянии здоровья. То есть, мучное можно в ограниченных количествах, но правильное мучное. Из каких сортов муки повторить еще раз? Мука общего назначения, мука обдирная, мука второго сорта, мука обойная, вот эта вся мука, которая должна быть... Из какой не надо, ладно, из какой не надо. Мука высшего сорта, она не наша мука, и она не должна быть. Давайте я вам помогу. Высшего сорта, это не для нас. Высший сорт, да, это не для нас. По деньгам не вытягиваем. А во-вторых, итак, смотрите, сюда добавляем огурец и перчик. И вот это, еще яичко добавляем. Омлет. Это, да, просто яйцо, взбитое на сковороде антипригарочное под крышкой. Без масла. Да, антипригарочная сковорода прекрасно с этим правляется. Я не сильно крупные делаю. Отлично. Смотрите, зрители, кто не понимает, я беру кусочек грецкого ореха, кладу в ладошку, беру часть смеси, вот этой творожной с сухофруктами, вот сюда вот вовнутрь это все орешек заворачиваю, вот так вот катаю в руках, и потом в семенах кунжута это все обволакиваю. Сахар, кстати, мы не добавили ведь. Сахар мы не добавляем, сладости именно от сухофруктов будет достаточно вполне. Ну, попробуйте, скажите. Вот такой диетический десерт, согласна. Также я хочу напомнить, что... Мой рук готов. Да, заворачивайте. Только вам можно еще творожного... Прямо вот так вот по-мужски на четыре части. Творожного сыра еще можно, конечно, добавить. Ну, остается, можно добавить. Да, мы не сказали, что это творожный сыр. А я также намазала ваш творожным сыром. Беру дробленый грецкий орех. Да, сверху мы посыпаем дробленым грецким орехом. Вы у меня забрали весь огурец, поэтому... Здесь должен быть огурец, но он уже там. Давайте добавим. Я возьму зелени. Да. И вот это будет у нас второй лаваш такой. Также мы не договорились. Я хочу сказать, что очень важно помнить о том, что необходимо пить воду. Во время новогоднего застолья? Вообще, в принципе. Во время новогоднего застолья в том числе. А это будет помогать пищеварению? Не считается газировка, не считается ничего, только чистая вода. Да. Будет здорово, наверное, в принципе, если мы во время застолья заменим всякие сладкие напитки водой, это уже значительно снизит калорийность нашего застолья. Согласитесь, просто вода это скучно, поэтому, я так думаю, будет очень хорошо, если мы добавим лимон, апельсин, мята, конечно. Это все очень вкусно, интересно, корица. А, вот сейчас модно делать в бутылочках. Да, да, да. Это все очень красиво выглядит, кстати, можно поставить на вагоне стола. Да, также очень такой секрет есть, если не хотите переесть за праздничным столом, за час до застолья я советую выпивать стакан кефира с корицей и с чайной ложкой отрубей. Да вы что, корица? А корица это для вкуса или тоже какой-то эффект? Корица, именно запах корицы помогает немножко притупить чувство голода. Это здорово. И мы не набросимся так на еду. Итак. Ой-ой-ой, острый нашел. Я все сделал, давайте быстренько повторим рецепт буквально в 20 секунд. Так, итак, легкая закуска, Евгения, что у вас там? Из лаваша. Мы покупаем правильный лаваш, мажем его творожным сыром. Творожный сыр, огурец, перец и яйцо. Все. Это мой рецепт. Да, у меня творожный сыр. Очень красиво у тебя, Жень, получилось. Да, спасибо. У меня творожный сыр, грецкий орех дробленный, огурец и зелень. Ну, а у меня диетический десерт, который мы делали из творога, чернослив, курага. Вовнутрь мы кладем орешек, творожную массу с сухофруктами вокруг обволакиваем, обволакиваем и потом все это, эти шарики обкатываем, например, в кунжутном семени. Ну что, друзья, вот такая красота получилась. Это действительно альтернатива на новогодние праздники. У нас в гостях была Анна Шумаева, диетолог. Всем отличного дня. Это и другие интервью смотрите на сайте Кубань24.tv. Не переключайтесь, далее факты, факты спорт, погода и возвращаемся в студию. Хорошего утра. Друзья, давайте просыпаться. Вы смотрите «Хорошее утро». Мы постараемся задать ритм этому дню. Полина Копленкова, Евгений Шитухин. И сразу же переходим к традиционной рубрике «Будильники». Сегодня у нас такой интересный, уникальный и креативный будильник. Давайте посмотрим на него. Утро каждого начинается по-своему. Кто-то первым делом обновляет в соцсети, кто-то читает книгу. Некоторые начинают прихорашиваться, а другие с первыми лучами солнца садятся за работу. Для некоторых это утро совсем недоброе. Но всех людей объединяет то, что утро – это начало нового прекрасного дня. С Новым Домом! Вот так вот надо заряжать всю Кубань. Если вы хотите также разбудить абсолютно всех своих друзей, то присылайте свои видеобудильники по номеру 8-988-312-1515. Это WhatsApp. Либо ВКонтакте в группу «Хорошее утро», либо на почту. Утро, дефис, как мне хочется сказать, вы понимаете? Либо на почту. Утро, дефис, Кубань24, собакамейл.ру. Сколько дней остается до Нового года, мы сейчас узнаем, потому что нам прислали также видео, отчет до Нового года. Итак, пожалуйста. До Нового года осталось 12 дней! Хорошее утро! Ребята, 12 дней остается до Нового года. И вот что значит уйти из «Хорошего утра» и пойти работать в такси. Спасибо Александру Шабанову за этот замечательный настрой. Приятно было увидеть Сашу. Друзья, вот за видеобудильники мы дарим подарки. За самый креативный будильник этой недели мы наградим в начале следующей недели. Но прямо сейчас получить подарок может каждый из вас. Это вот такие классные пригласительные билеты на ледовое шоу, которое называется «Новый бременский музыкант и на льду». Это шоу Ильи Авербуха, которое пройдет в Краснодаре 23 и 24 декабря. В общем, друзья, по традиции берем свои мобильные телефоны, номер вы знаете 8-988-312-15-15 и присылаем слова «Хочу» на шоу. Да, и те первые счастливчики, которые отправят нам сообщение с этим текстом, получат совершенно бесплатно пригласительные билеты на такое классное шоу. Мы вас этим поздравляем. Кто рано встает, тот на Илью Авербуха идет. Молодец! Прекрасно сочиняешь стихи, а впору писать письма для Светланы Владимировны. Кстати, сейчас ее рубрика «Слово Светлане Владимировне». Доброе утро, мои дорогие, любимые, самые-пресамые-пресамые красивые зрители. Хорошего утра! Чем ближе Новый год, тем больше ваших приветов приходит к нам в студию. Давайте же скорее к ним. Я начну с письма, которое пришло практически вот только-только-только-только. Пришло оно из города Тимошевска, от Сокольска и Лидии Петровны. Я сразу прошу прощения, может быть, я не все фамилии смогу разобрать. В общем, поехали. Светлана Владимировна, с наступающим 2018-м Новым годом! Желаю здоровья, успеха, удачи, везения. Желаю много-много лет своим талантам служить нам, телезрителям. Оставаться украшением своего рабочего места в программе «Хорошего утра». Спасибо, мои дорогие! Спасибо! Во-вторых, поздравляю с наступающим 2018-м годом учеников первого класса А, Тихорецка, 1944-45 учебного года, первый класс А, 1944-45. Друзья, сколько нас осталось, сколько нам еще осталось? Люся Сорокина, Галя Подшивалова, Галя Борисова, Боря Диденко, мальчик Малеев, кто еще? Откликнетесь. Помните, здание ЖД школы было разбито немцами? Под школу приспособили дом на улице Меншикова. Сколько мы там проучились? Год или два? Наша первая учительница Цыганкова Любовь Игнатьевна. Беженка из Ленинграда с двумя дочками Майей и Нелли. Жили в домике рядом с домом школы. Уже в ЖД школе номер 34 в классе были Алла Маняхина, Лина Толмачева, Эмма Локстегайлова, брат и сестра Валентины Надя Гавриленко, Киселева Люся, Кофанова Люся, красивая девочка Гайдукова и Смигельская, мальчишки Волощуков или Волощук и Зыкун. Отец кого-то из них был вроде бы редактором местной газеты. Я Сокольская Лидия Петровна, мне 82 года, ей 7 раз прабабка. Вдруг кто отзовется? Лидия Петровна, спасибо вам огромное за это прекрасное письмо. Спасибо, вы вообще, вы потрясающая женщина. Я очень рада, что вы нам написали. Друзья, если вы услышали здесь свою фамилию или вы знаете этих людей, давайте поможем найти Лидии Петровне своих одноклассников. Вот вас тоже с наступающим. Здоровья вам, вашим близким. Обнимаю вас крепко-крепко. Вы прям порадовали вот этим письмом. Так, идем дальше. Дорогие мои, любимые мои, я вообще уже жизни не представляю без вас. Вы вообще не перестаете радовать своими видеоприветами. Вот такой пришел от Алиночки из НМА. Давайте смотреть. Привет, привет, привет. Хорошее утро. Всем отличного дня, прекрасного настроения. Я вам желаю бодрости, позитива на целый день. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Передаю огромный привет в станице Новопокровску моим родным, близким, всем друзьям. Привет, ребята. Всем хороших праздников, всем отличного настроения, всем чудесного дня. Привет. Привет, спасибо, Алина. Привет, ваш улетел в Новопокровскому. И вас с наступающим. Далее. Эстафета переходит в Отрадненский район. И оттуда уже есть звонок от нашей постоянной и уже любимой телезрительницы Валентины Ивановны. Давайте слушать. Разрешите от имени костерного коллектива Хуторянка, Романчиковского, Тесского дома культуры, в котором я участвую, вам и вашему каналу, 24-му Кубань, передать привет. Вот вы нам каждое утро создаёте хорошее настроение. Радуйте, привет, а мы поздравили. А вот в весне своего коллектива я вас хочу повеселить. Мы не звёздные певицы, но споём вам от души. Хуторок нам не гордится, за чего ж мы хороши. Мы на праздник приглашаем, и в антимис не пропоём, и здоровье пожелаем, да и почарочки нальём. Да за нас знакомые, и удивляются друзья, ай да хуторянка, хуторяночка моя, ай да хуторянка, хуторяночка моя. Всё. Отлично, спасибо большое за утреннюю песню, спасибо за то, что вы поднимаете настроение. Спасибо вам огромное, спасибо, что звоните. Ну, а далее. Человек, который и звонит, и присылает своё видео, и сообщение просто. В общем, человек, который разными способами прорывается в наш эфир, и уже получил звёздочку за активность. Наш постоянный телезритель с хутора Красной Горы Вань Калашин. Привет вам всем от Ваньки Лашина, привет вам Иван. И далее очередная душесчипательная история от Ивана, поехали. Любила девушка красивая злодея, но как же было его парня не любить? Он так плясал красиво в маске Бармалея, и ни одну девчонку мог он покорить. Не распознала ты красивая Андрея, и он сумел тебя, девчонка, соблазнить. Теперь что плакать? Всё уж в прошлом, дорогая, прошу тебе, не надо горько слёзы лить. Весна придёт к тебе красивая, другая, и настоящий милый будет обнимать, и будет радовать тебя зима и лето, ведь будет с кем тебе рассветы все встречать. Не плачь, не плачь, забудь Татьяна Бармалея. Не ты одна такая в мире мне, поверь. Любовь перейдёт к тебе красивая с цветами и постучится в день прекрасный в твою дверь. Иван, надеюсь, в вашу дверь тоже не перестанет стучаться вдохновение, и вы продолжите нас радовать такими уже даже не стихами, а целыми поэмами. Друзья, продолжайте поздравлять своих родных и близких. Передавайте приветы, присылайте видео, аудио, поздравления, всё покажем. Всех поздравим, всем хорошего дня. Люблю вас очень-очень и обнимаю крепко-крепко-крепко-крепко. Светлана Владимировна, спасибо вам большое. Ну что, друзья, мы идём дальше. Специально для тех, кто думает, что фитнес – это скучно, это неинтересно. Мы решили развеять этот миф. Мы – это «Хорошее утро» и клуб «Оранж фитнес». Сейчас мы вам докажем, что фитнес может быть разнообразным и совершенно удивительным. Давайте посмотрим. Друзья, середина зимы, а я на шезлонге, в плавках, в тепле. И это я ещё не уезжал из Краснодара. Дело в том, что тренировки могут быть не только агрессивно-силовыми в тренажёрном зале, но и вот такими у бассейна. Ждём, когда придёт тренер. А вот он, кстати, и пришёл, друзья. Идём тренироваться. Расскажите, пожалуйста, чем занятие в бассейне отличается от занятий в тренажёрном зале? Какое отличие и какое преимущество? Переимущество является нестабильная поверхность на укрепление мышц «Кора», динамический баланс и функциональная выносливость. Заниматься на плато может любой желающий, который сможет на него забраться. Я смог. И тут начались испытания. Тренировка обещает быть жаркой. Упражнение называется «Шторм». Наша задача – максимально раскачать плот, создать волну, создать шторм в бассейне. Отлично. Можно посильнее. Ваша задача – смахнуть Ксению с плота. Тут лишь бы самому не упасть с этого плота. Усложним задачу. Прыжки. На 90 градусов. Раскачать. И прыгнуть в правую сторону. Отлично. И обратно. Следующее упражнение. Всем нам привычное упражнение – бёрпи. Хлопок над головой. Отлично. Тренеру и этого оказалось мало. Добавляем повороты. Отлично. Прыгнули. И поворот. Возвращаемся в исходное. Снова вниз. Иван, подождите. Мы ж не к чемпионату мира готовимся. Мы просто снимаем сюжет. Следующее упражнение – динамические отжимания. Ещё отжиманий не хватало. Отжались вниз и раскачали руками плот. Также создали шторм плотом. Раскачали, сделали волну, опустились вниз. Стараемся слегка касаться грудью плотом. Следующее упражнение называется «Альпинист». Исходное положение – высокая планка. И колено тянется к груди на выдохе. Смотрим вниз. Спину держим ровно. Следующее упражнение. Исходное положение у нас на спине. Руки лежат на плоту в рабочей зоне. Одной ногой мы стоим на плоту, вторую ногу поднимаем наверх. Называется, внимание, ягодичный мостик. Отлично. Можно поменять ногу. Неужели это надо повторять ещё раз? Упражнение «Сверхер». Исходное положение на животе. Активно работаем руками. Поймали волну. Встали на плот. И поменяли сторону. Ну, это повеселее. И самое главное – попроще. Исходное положение на колени. Правая нога впереди. Лево на плоту. Поменяли ногу в прыжке. Со стороны кажется довольно легко. Но это не так. Меняем положение. Итак, завершающее упражнение называется «Приветствие солнцу». Правая нога впереди. Левая на колени. Подняли руки наверх в потолок. Поприветствовали солнце. Посмотрели наверх. Оторвали левое колено от плота. Выпрямили ногу. Отлично. Держим баланс. Руки прямые. Смотрим наверх. Поприветствовали. Отлично. Иван, огромное вам спасибо за эту тренировку. Оказывается, что заниматься спортом можно не только в тренажерном зале, тягая железо, но и вот так очень интересно и весело. Я практически родился в воде, в Новороссийске. Я с детства плаваю, но вот такого впечатления у меня еще не было. Огромное вам спасибо. Друзья, занимайтесь спортом, будьте в хорошей форме, отличного вам настроения и заряжаемся хорошей, положительной, правильной спортивной энергетикой. Ну вот здорово уже. Спасибо большое клубу «Ранчфитнес». Спасибо Паше Маясенко. Я на самом деле первый раз видела подобные виды тренировок, и это, мне кажется, очень сложно и очень круто. Друзья, мы идем дальше. Далее факты. Факты спорт, погода. После чего возвращаемся в студию. Хорошего утра и узнаем, как вы, наши дорогие телезрители, влияете на нашу передачу. Друзья, просыпаемся. И главный вопрос, какая сегодня будет погода, на этот вопрос ответит Юлия Смелых. Юля, привет. Доброе утро. Погода, ну, как вы уже успели заметить, этой ночью все-таки меняется, похолодало. Это все потому, друзья, что новый холодный фронт на нашей территории, на территории нашего края. И поэтому, в общем-то, ситуация будет примерно такая же, хотя дожди по-прежнему идут, а вот кое-где уже даже выпадает снежок. Я пойду расскажу на катор. А подожди, Юль. Погода шустра. Нас это очень волнует, потому что у нас на улице вода, и мало ли что, что-то кого-то закрыть, какую-то взрывность. Нас это очень интересует. Вот Ваня говорит, Нина Манчинская, Маса Грай, говорят. А вот эти два молодых человека почему-то забывают. Нормально. Подожди, да. Так, на самом деле, Юль, Юль, давай так. Во-первых, спасибо вам большое, что так внимательно смотрите нашу программу. Я все-таки мужчина, я должен отвечать. Я должен серьезно ответить за Юлю, за себя. Дело в том, что это виноват я. Ребята, это я виноват. Это я послушал Юлю. Как ты, что не надо рассказать про ночную погоду. Мы с тобой настоящая команда, Женечка. И я, между прочим, готова сразу же ответить жителям станицы Смоленское. Вот похолодало, вы почувствовали. Туман, который утром еще вы наблюдали, к середине дня рассеется, днем плюс 6, плюс 8. А следующей ночью будьте внимательны. Если нужно что-то закрыть, животных как-то укрыть, укрывайте. Самое время. Время пришло. Отлично. Давай послушаем, какая погода будет сегодня. Ну, а мне хочется сказать вообще спасибо нашим зрителям за то, что вы нас так внимательно смотрите. За то, что следите за всем. Обязательно звоните, сообщайте. Мы очень внимательно относимся ко всем вашим замечаниям. Следим внимательно и за погодой. Итак, циклон. В общем-то, я уже сказала, что пришел новый холодный фронт. И он находится в течение сегодняшнего дня на восточной части нашего края. Поэтому именно эта часть будет ощущать постоянные перемены. То ветер, и он будет разных направлений. То дожди сильнее, то слабее. Но они остаются. Поэтому зонтики, которые вчера взяли с собой на работу, оставляйте рядышком. Давайте посмотрим, какие будут температуры. Я хочу обратить внимание, что минус 2 по ощущениям. А в предгорьях действительно такие температуры. Они этой ночью были. Поэтому возникло ощущение у некоторых из вас, что прямо ой-ой-ой, уже зима. Будьте действительно осторожны. Туманы в том числе по нашему краю. Это все потому, что фронт холодный с нами. И в течение дня он остается. Температуры плюс 5, плюс 6 по северу. По западной части 7-8. Ненамного теплее. Смотрим на территорию Ченоморского побережья. В принципе, здесь стабильно. Хотя поливать еще до обеда будет хорошенечко. В Сочи в том числе. Плюс 10-12. Как раз здесь 11-10. Новороссийск ТОПС. В Гинжике примерно такая же погода. В Анапе плюс 9, плюс 10. Смотрим на Кропоткино-Рмавир-Майкоп. Видим, что примерно показатели одни и те же. 8 максимально на термометрах со знаком плюс. Воздух прогреется. Ну и в столице. Смотрим. Давайте нам красивую карту. Вот прям готовили. Видите, вот они дождики. В первой половине еще они будут с нами. К вечеру, в общем-то, дождя не должно быть. Но температура, обратите внимание, плюс 1, плюс 3, это совсем даже уже немножко по-зимнему. Ветер, ну, скажем, умеренный. Ну и давление, оно повышается. Так что берегите себя. И в конце концов зима. Поэтому давайте доставать варежки, шарфики. Будем встречать Новый год. Ну а нашим зрителям я хочу напомнить, что сегодня на нашем телеканале проходит акция «Добрая среда». И сегодня мы собираем денежные средства для Вадима Бойко из Белореченской. Этому мальчику 5 лет. У него проблемы со слухом. Он родился без ушка, без слухового прохода. Перенес обычное простудное заболевание, которое дало сложные осложнения серьезные. И сейчас ему нужна операция дорогостоящая. Счастью, большую часть средств собрали. Всего около 5 миллионов было нужно. Но осталось чуть больше миллиона. И это нам по силам. Если вы хотите помочь, то прямо сейчас отправляйте смс со словом «счастье» на номер 7715. Также по полной помочь можно с помощью банковской карты. Это можно сделать на сайте «Край добра». Да, «Край добра». И там будет подробная инструкция, как это сделать. И сейчас мы будем знакомиться с самыми известными благотворителями Краснодарского края. У Никиты Сычева берет интервью Яна Старожук. Это руководитель фонда помощи детям «Край добра». Сегодня в гостях у Яны Старожук Никита Сычев. Основатель одного из крупнейших на юге России агентств, специализирующихся на брендинге, креативной рекламе и социальных проектах. А в 2014 году даже получил награду как лучший молодой предприниматель России. Но главное, что при всей своей занятости Никита не забывает и о помощи нуждающимся. «Добрая среда» на канале «Кубань-24» начинается прямо сейчас. И сегодня о «Добрых делах» мы будем говорить с руководителем креативного агентства Никитой Сычевым. Доброе утро, Никита. Доброе утро. Ну и наш традиционный вопрос. Как начинать утро так, чтобы весь день прошел хорошо? Ну, для начала проснуться. Во сколько ты просыпаешься? В лучшем случае в 8, в самом плохом случае в 9.30 я просыпаюсь. Залог хорошего дня заключается в том, чтобы каждый день просыпаться и думать, что это лучший день в твоей жизни. Ты очень любишь путешествовать. Расскажи, какие твои самые любимые места или одном, быть может, есть место, куда ты любишь приезжать вновь и вновь? Ну, нет такого прям суперместа. Есть, наверное, одно место. Я был в нем в 15 лет, а потом был там 2 года назад. И когда-то, когда мне было 15 лет, я сидел и думал, что вот здесь я когда-нибудь сделаю женщине предложение. И прошло 8 лет, когда я туда попал, и мысль осталась та же. Это остров Тенерифе, Канарские острова, там супердревняя, оттуда жизнь появилась. Это ущелье, куда ведет дорога 9 километров страха, кстати. Но дорога в Сочи по мне более страшная. Глядя на твою страницу, я увидела прекрасное имя Брайан. О, да. У меня есть кот. Британец. Очень люблю кота. Все. Ты хозяин кота или кот твой хозяин? Кстати, это очень интересный вопрос. Наверное, второе, потому что мне показалось, что я прям вообще в полном подчинении. То есть налей, принеси, убери. Зато с работы вовремя приходил. Первый раз за 10 лет я приходил 7 часов с работы. За 8 лет работы я никогда так рано не приходил домой. Несмотря на то, что, Никит, мне кажется, что мы с тобой знакомы очень давно, но вот мы познакомились, когда был пасхальный звон, наша акция, которую мы делали вместе. Но я знаю, что это не первый твой благотворительный проект. Расскажи об этом. Что для тебя такое благотворительность? Началось все, наверное, с того, что у меня родители помогают кому-то. Там есть фонд на Алтае, которому они помогают много лет. То есть это ты видел с детства? Ну да. Помню, как-то я показал в офисе фильм. Это документальный фильм про нашу планету. Шикарный фильм. И мои коллеги ко мне подошли и говорят, а мы делаем что-нибудь из благотворительности? Я понял, что мы на самом деле за год сделали 10 проектов, а у нас в компании люди даже этого не знают. Ну, я просто не любитель эти истории. По мне благотворительность, когда ты это делаешь, молча. Не говорю об этом ни у нас на сайте, ни в соцсетях, нигде. Я считаю, что каждый человек должен не просто так прожить жизнь для себя. Мне сложно при каком-то желании и приложении сил любой человек, не обязательно финансово, может своим трудом как-то помочь. Я вот все думаю придумать вам какой-нибудь классный проект для Края Добра, чтобы мы туда привлекли профессионалов каких-то, которые, грубо говоря, дизайнеры, которые могут афиши тебе рисовать, рекламщики, которые могут делать что-то, какой-нибудь общественный транспорт или такси, которые будут возить детей, ну и так далее. Вообще в идеале придумать какой-нибудь такой проект было бы очень круто, где человек может помочь не только деньгами, а каким-то, не знаю... Профессиональным своим. Да, либо что у него есть там микроавтобус, и он может свозить детей на экскурсию. То есть это же тоже классная помощь. Как отнеслась к твоему решению помочь фонду твоя команда? Ну, я думаю, что у них все равно есть какая-то внутренняя гордость. Когда я им озвучил сумму 6 миллионов, что в общем удалось собрать, они были, ну там, ну, я думаю, что они были в восторге, потому что на самом деле там сколько мы месяц, да, практически работали над этим проектом. И это самое главное доказательство своей работы. Ну, ты же знаешь, что очень много еще мошенников в этой всей сфере. И люди, к сожалению, из-за вот этих нечестных людей, не доверяют очень многим фондам, которые работают честно. Я думаю, что это не только ваша проблема. И у вас есть же такая проблема. И у других фондов есть эта проблема. И они мешают нормальным благотворителям. Да, вот. Я думаю, что у каждого фонда есть проблема, чтобы бороться с вот этим мнением, ну, в интернете, где... Сделать так, чтобы тебе доверяли. Да. У нас сейчас идет новогодняя акция «Елки желаний». Когда дети на снегирьках пишут желания. Вот если бы ты писал своего снегирька, что бы ты сегодня загадал? И что ты загадывал в своем детстве? У меня есть всегда одно желание быть счастливым. Все. В пяти лет, мне кажется, я везде пишу одно желание. Тогда я тебе желаю в преддверии Нового года счастья. Спасибо тебе за то, что ты делаешь для нас. И спасибо за приятную беседу. Спасибо тебе за интересное утро. Всем привет, друзья! Друзья, мы начинаем наше шустрое утро! Ну что, до Нового года остается всего лишь каких-то 10 дней. Ксюш, расскажи, а как ты готовишься к Новому году? Я думаю с мамой и папой, какие подарки мы подарим друзьям, куда поедем, что будет на столе. И, кстати, ты знаешь, когда придумали эти банкеты на Новый год? Конечно, знаю. Официально Новый год появился в 1700 году с указом Петра Первого. И начали праздновать его 1 января. До этого по церковному календарю его праздновали 1 марта, а светский Новый год праздновался 1 сентября. Прямо в школу? 1 сентября? Да, представляешь, Новый год был тогда, когда дети шли в школу. Хотя я не знаю, шли ли они тогда в школу именно 1 сентября. О, классно! А шустрые таланты сегодня будут? Конечно, будут! И мы посмотрим их сразу после интересных фактов от шустрика. Привет-привет! Это Шустрик, и сегодня я вам расскажу про Кавказского Тетерева. Кавказский Тетерев обитает на верхнем горном поясе Кубани, на северных склонах Кавказских гор, верховьях рек Белой, Кубани, на высоте не ниже полутора тысяч метров. Летнее время скрывается в зарослях рододендрона на альпийских лугах, в низкорослом березнике, в зарослях можжевельника, там же устраивает свои гнезда. С приближением холодов птицы собираются в стаи, отдельно самцы и самки, и спускаются в лесной пояс, где проводят зиму. В сентябре у них происходит линька, после чего молодых от взрослых отличить становится трудно. Взрослые птицы питаются семенами растений, различными ягодами, почками, а зимой в основном пищей являются ягоды можжевельника и хвоя. В Кавказском государственном биосферном заповеднике численность Тетерева составляет около 20 особей на 1 квадратный километр. На сопредельных неохраняемых территориях этих птиц осталось очень мало. Как редкий эндемичный вид кавказский Тетерев занесен в Красную книгу. На этом у меня все, с вами был Шустрик. Пока-пока! Сегодня у нас в гостях танцевальная студия NN Dance. Привет, ребята! Привет! Как ваше настроение? Хорошо! Хорошо, готовы? Да! Отлично! Расскажите о распорядке дня танцора. Что делает настоящий танцор в течение дня? Что он должен делать? И как нужно готовиться к выступлениям? Заниматься. Заниматься чем? Танцами. Танцами. А вот если у вас выступление утром и некогда заниматься, что вы будете делать? Разминаться. А вот ты едешь в трамвае, да? Вот представьте, что вы едете в трамвае. Как вы будете разминаться в трамвае? Держаться не будешь, да? Ни за что? Так, а если вы едете вот в такой переполненной маршрутке, вот встаньте вот так вот. Как разминаться? Когда выйдем по бежиму. А, бег это тоже разминка? Да. То есть вы всегда перед танцами бегаете? Да. А еще что делаете? Репетирую танцы. Да. Когда идете? Да. Да. А можете показать, как вы репетируете танцы, когда идете? Ну да, ты в трамвае репетируешь и по пути на выступление. Да. А можешь вот пройтись ко мне и показать какое-нибудь движение, как ты репетируешь? А мама идет такая, дочь, что? Ну что, хорошо порепетировали? Размялись чуть-чуть? Да. Готовы танцевать? Да. Не слышал? Да. Вот, теперь услышал. Итак, танцевальная студия NN Dance. Славные панды. Первый состав с танцем «Глаз». 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 «Глаз» «Глаз». ДИПЛО Участника рубрики «Шустрые таланты» нашей программы «Шустрое утро». Держите, вы настоящие, держи, держи, настоящие таланты. Это правда? Да! Да, такие скромные ребята. Да, это правда, мы талантливые. Позвольте мне с вами сфотографироваться. Да! Подумали? Ну, ладно. Так, давайте. Красиво встанем. А у нас на сегодня все. Заходите к нам в группу ВКонтакте, которая называется «Шустрое утро» и подписывайтесь на нас в Инстаграме. Сегодня специально для вас были Ксюша и я, Денис. А все вместе... Шустрое утро! До встречи, ребята! Пока! Пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!